не узнали не мы общались с вами запорожской области и по моему даже у меня на канале а сейчас есть все нормально есть где-то я тут своими пальцами не туда не туда как как у вас дела кстати вот давайте поговорим о чем о чем был ролик я честно сейчас нет ни то украина и не то родина как ну вкратце это комментарии там читали не помню не я не помню честно то давайте поговорим начните начните что про россию я все знаешь хорошо смотрите мы с вами был с украины я с молдавии мы сейчас смотрим на вот эти вот гуляния в россии да мы смотрели с вами в беларуси мы сейчас смотрим на россию вот ваше мнение по поводу вот этих гулянок российских протестов и прочего вот что вы можете сказать вот россиянам честно я я вообще-то хотел бы не то что там пацаны а сказать сказать как правоохранительным органам и так далее и тому подобное этим надо рубить на корню все рубить на корню и не допускать вот этого всего бедлама потому что это тот не поймет кто вот это вот не пережил и сейчас последствий этих не не хавает бану ну вы понимаете о чем я и я очень хорошо понимаю кстати вы тоже это все пережили у нас в молдавии было первее всего сначала у нас молдавии происходило потом я вас такой вот головой на вас смотрела думаю боже куда же что же вы делаете потом я на белорусов также сейчас я уже на россию смотрю также но смотрите вот если я сейчас вот мое мнение да вот если я сейчас знала что будет благодаря вот тому нашему перевороту до чем это все закончится какой крах нас ждет я бы лично вышла помогать этим правоохранительным органам приводить в себя вот этих вот протестующих я понял что я полностью поддерживала так я бы еще и пошла им помочь за этот за этот обделались за этот дворец типа путина обделались этот фильм этот потом ну это конечно все вы не прослеживайте аналогию когда у нас нашего свергали президента да у нас тут более менее приличный был такой сильный президент воронин да как бы ну неважно что там было вот точно такая же точно такой же вброс пошел дворец у него дворцы он отжимает бизнес его сын отжимает бизнес дальше значит мы пошли в на украину в украине сначала точно такой же брос янукович такой сякой дворцы. За сына, сыновья, да-да-да. То есть лекала, калька. Прямо они вот так берут, представляют. Кальку только имена меняют. Понимаешь? Вот. Дальше пошли в Белоруссии тоже там. Ну, у него как бы дворцов-то не найти у того Лукашенко. Ну, потому что, ну, реально. Ну, вообще там дворцов как бы. То есть как бы за коррупцию не говорить. Но сына тоже, да, что он будет вечный, что сын будет это самый. И сейчас опять за Путиным. Путина сына нет. Ну, нашли дворец. Ну, то есть сначала идет какой-то информационный вброс, вброс, да, который людей, ну, и раскручивается этот вброс очень. У нас Фейсбук прям забит молдавский был. Вот шоу Воронин такой. Не, не Фейсбук. У нас была революция Твиттера. Сюда еще Твиттер был популярный. И вот все в Твиттере, знаешь, там вот, ой, какой секой, понимаешь? Вот. Ну, у вас уже революция Фейсбука была. В этом. В Белоруссии была революция Телеграма. У этих сейчас революция ТикТока, насколько я понимаю. Понимаешь? ТикТок, да-да-да-да. Да. Но кальки одинаковые. Не заморачиваются люди. Просто берут и раз уже раз сработало, то че же. В наглую идут, в наглую. И я не пойму, я не пойму. Правильно, информационная война, это все понятно. Но я вот не пойму, людей там вот даже в этой России выходят, выходят. Вы не понимаете, что в той же Италии, в той же Болгарии, в той же Румынии, там, я знаю, где, в Германии, во Франции, все то же самое. Надо работать, чтобы жить. Ну, по-другому не получается и не получится никак. Вор будет сидеть, работяга будет работать. Все. Я вот только перед вами буквально за один диалог, у меня был диалог с блогерами 6 ТикТока. Там, ну, Иза, вроде бы уже, ну, не ребенок. Чуть так уже постарше, уже работает, да, девочка. Он тоже там примерно около 20 лет. Там вот здесь, вот вот столько. Я понял. Понятно. Хорошо. Будем, будем бежать дальше, да, я так понимаю. Нет, ну как, а почему не отборила бы, благо, 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 благо. То есть, я можем обсудить, вот, например, ну, ну, хорошо. Вот если, не дай боже, да, вот это, я смотрю, что ваши украинцы там особо, особо щирые, да, они там желают победы, как говорится, Навальному, да. Вот хорошо, если, не дай бог, раскачают такие вот эту Россию, да, и приходят к власти, ну, допустим, допустим, привели они каким-то образом Навального. ведь это же там там такой же скач пойдет что мало не покажется ни украине никому потому что это конечно серьезный дядька скажем так по кругу и по соседям поэтому все везде аукнется везде это еще я говорю я говорю нам надо сказать здесь спасибо ввп я имею ввиду путина что он такой спокойный человек понимаешь вот в себе вроде все перед перри это самое потому что другой бы уже я не знаю это может чисто с моей он да он политик то с большой буквы ну я уже давно за эти плакаты за это все дал бы по пахаре ну он уже такую подобную фигню переживал я как раз была в россии когда у них эти болотные были вот эта вся история то есть в принципе уже уже все как бы ела да но и тогда тоже его рейтинг упал и тогда тоже вот этот же фильм кстати по поводу этого же дворца там все это показывали да я помню тогда вот и в общем то как ты как-то он как-то он справился может быть и в этот раз справиться что-то ну я думаю должен ну неужели ладно не дай бог не дай бог я тоже думаю что ничего не это самое но мало про украину может тоже не думаю что такое будет дело в том что вот вновь езда повысили за вас 10 гривен по моему там или до 12 я не помню у нас у нас в нашем районе газа не было нет и не будет вовеки потому что ну черная дыра скажем так есть есть запорожской области черниевский район здесь так вот этот район он не один не газифицирован не воды нет ничего воду мы покупаем куб куб выходит у нас 140 гривен воды ну питьевой я веду ну за газ скинули там 33 гривна до получилось теперь по всеми лишь 699 и все вроде бы успокоить у нас сделали то же самое в молдавии у нас подымали сильно народ начинал вас бухать ну и электричество за электричество молчат а электричество тоже приезжала к вашему зеленскому она его научила как цены подымать чтобы люди не возбухали понятно хорошо приятно было приятно было видеть вас до встречи увидимся будьте здоровы и работайте пока 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 а